Праздник в 9 утра, когда никто ничего не знает, никакого объявления не было, было только помещено в вашем сайте. Кто читает сайт, как и надо? Простой народ не знает. Когда я начала спрашивать, кто знает, никто не знает. И мне говорят, зачем ты наводишь панику, потому что нигде это не было помещено. А вы втихаря загнали сюда. Если бы вот этот вопрос поднимался на должном уровне, в этом занятии не было бы места, люди бы стояли в коридоре. Это вопрос больной, больной вопрос. 8 мая, Астана. Вот с таких претензий к чиновникам стартуют в столичной администрации общественные слушания. Тема – повышение цен на проезд в общественном транспорте с 60 до 100 тенге. Большинство сидящих в зале – главы автопарков. Именно на их убытки ссылаются чиновники, инициируя новый тариф. При этом инициаторы признают – счет жалоб от горожан на грубость водителей и недостаток маршрутов идет на тысячи. В 6 лет мы не получали тариф. В 6 лет они, кажется, приходили к нам, жалоб, положили тариф, делали так, делали здесь. Мы им запрещали это делать. Теперь с их стороны просто не выдачат автобуса. На полусе я лежу. Поэтому знаю изнутри и по долгу службы, и так, как по службам, я отвечаю. Действительно, в таком случае идут жалобы, имеют место, и они справедливы. Очень много у нас недостатков, так что на том уровне торговых затратов, оно и соответствует с этим, и сегодняшний мир, и применение принимается, что соответствует уровень статуса столицы. В свою очередь, частные извозчики мотивируют предстоящее подорожание изношенностью автопарков, дороговизной топлива, а также низкими зарплатами водителей. Но общественники видят проблему в другом. Рекомендация номер один. Акима нужно брать подставку. Обоснование. Почему? Потому что Акима при расчетах проезда на общественном транспорте использовал только одну сторону. То есть, сторону участок перевозчика. У них шины трутся, еще что-то, и третья десятая. К примеру, надпавка после девальвации произошла на 10%. Если мы сейчас посмотрим, что 60% до 100% кинги поднимается тариф, это получается больше 60% выросла проезда. То есть, составляющая социального положения кроссового гражданина, просто уже для страны, она не учитывалась. Поэтому, для рекомендации Акима, вторая рекомендация, уже не для Акима, а чуть повыше. Может быть, все-таки стоит рассмотреть выход из таможенного союза? Может быть, стоит еще подумать о том, что оно все взаимосвязано. Таможенный союз пошел все у нас. Дебальвация, санкции с Россией у нас подорожает на бензин и другие продукты. Мнения рядовых астанчан касательно нового тарифа разделились. Ну, с учетом того, что везде, мы так чувствуем, что в Астане тоже должно произойти. Потому что все же вот этот кризис, он чувствуется. Ну, конечно, отрицательно. Сколько по вашему мнению стоит? Ну, наверное, сколько есть сейчас, счастливее. Я считаю, нормально. Рождественные отношения государства таким образом должны помогать. Кому? Ну, честным извозчикам. Конечно, отрицательно. Это бьет по карманам. Особенно те, которые ездят с пересадками. Ну, я не думаю, что это вызовет социальную напряженность. Ну, во всяком случае, говорю, еще один гвоздь в неверие государству, в неверие правительству, что она никакие вопросы не может решать и не думает о своих гражданах, обязательно этот вопрос именно так будет отложиться в мозгах людей. Вот к таким массовым акциям протеста прошлой зимой привело повышение цен на проезд в общественном транспорте Караганды. Но, несмотря на публичные возмущения граждан, тариф все же повысили. Нет проезда в 80! Нет проезда в 80! Нет проезда в 80! Между тем, после полуторачасовых жарких дискуссий столичные чиновники констатировали, общественные слушания состоялись. Представители той самой общественности сделали свои выводы. На самом деле, общественности не было. Ну, вот по пальцам прочитать, 4-5 человек плюс 2 журналиста. То есть, ну, это однозначно не общественные слушания. И их нужно делать публичными, максимально публичными. То, что мы сегодня, я озвучил, то будем мы это требовать, с ним постоянно буду созваниваться. А в целом, то, что и это все мероприятие говорит об одном – это очередной дележ каких-то бабок. Вот так сегодня выглядят столичные автобусы изнутри. Давка, оттоптанные ноги и, как минимум, испорченное настроение. Теперь, по мнению чиновников, все это должно стоить дороже. Продолжение следует...